Продолжение следует... На полчаса плюс-минус будет презентация, и после этого, если у вас будут вопросы или какие-то предложения, темы для обсуждения, то в целом у нас регламент позволяет на все эти вопросы ответить. Так, я давайте выйду на полный экран. Так, очень хорошо. Меня зовут Вячеслав Васинев, я доцент департамента ландшафтного проектирования устойчивых консистем Аграрно-технологического института. По специальности почвовед в области моих интересов находятся городские почвы, ну и, соответственно, те тематики грантов, которые мы подаем, в которых я являюсь руководителем или исполнителем, равно как и те тематики грантов, которые приходят на экспертизу, они имеют вот примерно это направление, направление, которое относится по кодировке научных направлений 0.7 науки о Земле, но, безусловно, гораздо более узкая профильная тематика в науку о Земле входит много чего, и там, почему ведь, недалеко не основное. Вот, поэтому те принципы, о которых сегодня буду говорить, они, наверное, более-менее универсальны, хотя, естественно, я смотрю на них со своей, что называется, колокольной, то есть той области знаний, которым занимаюсь. Здесь я дал некоторые сноски по наукометрическим индикаторам. Наверное, в контексте сегодняшнего выступления наиболее важно, что у нас достаточно приличный опыт подачи и руководства научными грантами, в частности, два проекта Российского научного фонда. В одном я являюсь руководителем, это грант для исполнения научным коллективом под руководством молодого ученого. Мы его выиграли в 2017 году, в 2020 году его продлили, то есть получается, что вот в сумме он закончится, если сейчас у нас на рассмотрении промежуточный отчет, если все там будет нормально, то, соответственно, закончится через год и получится, что это непрерывный пятилетний грант, это, по сути, максимум того, что может давать РНФ. И второй грант там является основным исполнителем, руководителем является профессор Рикардо Валентине, это грант для лаборатории мирового уровня, 33-й проект, так называемый. Он у нас был и идет, начиная с 2019 года. Он более сложный и более масштабный по своей структуре, рассчитанный на 4 года плюс возможность продления на 3. И сейчас мы, получается, там в середине, в середине второго года, то есть 19-й, 20-го, сейчас где-то 21-й. Так что, исходя из этого опыта, ну и также опыта работы с ГРФ и с некоторым другим проектом, я, собственно говоря, буду вам что-то рассказывать. Я думаю, что тем, кто сегодня принимает участие в вебинаре РНФ знаком, если вдруг не знаком или знаком недостаточно, то на этом слайде небольшое обобщение информации о нем. Российский научный фонд по сравнению с РФФИ это более молодое образование, если я не ошибаюсь, создан где-то в 2012-2013 году, можно более точно посмотреть на сайте фонда, ну, последние 10 лет. И сразу его принципиальным отличием от РФФИ, который на тот момент активно функционировал, сейчас, судя по всему, мы наблюдаем слияние РНФ-РФФИ в сторону РНФ, его основным отличием от РФФИ было более крупные размеры грантов и, соответственно, более строгая конкуренция. Это как определялось и входящим порогом, то есть, если для грантов РФФИ входящий порог по количеству статей, он где-то есть, где-то нет, но, как правило, если он даже есть, это буквально там несколько статей, за исключением некоторых междисциплинарных грантов, но они там оставались в минимуме, то для РНФ, фактически для всех проектов, 5-8 статей за последние 5 лет – это минимум, в некоторых случаях больше. Более того, 5-8 статей совершенно вам не гарантируют то, что вы по индикаторам руководителя, исполнителя сможете обойти других конкурентов. Для РНФ была исходно более длительная продолжительность проекта, 3 года с возможностью продления РФФИ, в последние годы он тоже примерно стал соответствовать, раньше это было короче. То есть РНФ сразу как бы себя обозначил как более весомый и более привлекательный, но в то же время гораздо более конкурентный продукт. И, наверное, на данный момент он остается наиболее привлекательным и по-прежнему достаточно конкурентным, а с учетом объединений с РФФИ, фактически единственным таким серьезным источником грантового научного финансирования, ну, по крайней мере, в тех сферах, с которыми мы работаем. Значит, в качестве предложения, идеи, своего опыта по подготовке научной заявки, а именно такую тематику меня попросили сегодня раскрыть по подготовке и по оформлению, в конце я покажу пример заявки и, возможно, какие-то чисто формальные вопросы можно будет там обсудить, но с моей точки зрения, основанной и на опыте руководителя, исполнителя, и на опыте эксперта, это, безусловно, формальные моменты нужно знать, есть достаточно обидные случаи. Результатом формальным, неформальным, то есть формальным в хорошем смысле, то есть таким осязаемым будут являться качественные научные публикации, может быть, защищенные документы на интеллектуальную собственность, вот что-то такое. Но так или иначе, это внятные и понятные фундаментальные научные результаты, которые отвечают поставленным задачам. И, в принципе, одним из замечаний, которые часто возникают, особенно это было в РФФИ, в РНФ в несколько меньшей степени, зависит от эксперта, но тоже бывает, когда вам говорят о том, что, вы знаете, ваш проект, он нефундаментальный. Это достаточно спорный момент, что считать фундаментальным, и что нет, но, тем не менее, философия того, что проект поддерживает фундаментальную науку, или, по крайней мере, значительный аспект фундаментальности, он присутствует. Поэтому, когда вы думаете о конечном результате, это не может быть там вот только технология. Это должен быть какой-то ответ на фундаментальный научный вопрос. Вы понимаете, кто является аудиторией, потенциальным потребителем результата. Опять-таки, это, естественно, в какой-то степени научное сообщество, но и не только. Мы, например, достаточно много работаем с городскими экосистемами, поэтому нашей потенциальной аудиторией фактически всегда является так или иначе город. Там городские службы или просто жители города. И, в принципе, в заявках это в какой-то степени прописывается. Выбираем подходящий тип гранта. Здесь нужно сказать, что РНФ достаточно разнообразен в плане вариантов грантов. Какие-то из них имеют регулярный характер. Например, гранты для, опять-таки, молодых ученых, или гранты для научных групп под руководством молодого ученого, или гранты для малых научных групп. Вот они идут там из года в год, или, может быть, немножко другая тематика, точнее, другая цикличность. Какие-то были сравнительно уникальными, то есть они появлялись раз или два. Я помню, был грант, где результатом являлось проведение международной конференции регулярной. Был грант, который объединял образовательные учреждения и институты. В общем, в этом плане РНФ достаточно разнообразен. Вы можете зайти на сайт, посмотреть раздел конкурса. И там, насколько я помню, есть не только актуальные, но и все, которые были раньше. Их уже, по-моему, сильно за 50. Поэтому все они чем-то отличаются друг от друга. И в этом плане подходящий тип гранта выбрать, безусловно, важно. Как правило, подходящий тип гранта заточен и под конкретные требования к исполнителям. Например, ограничения по возрасту. Или в некоторых случаях, когда был когда-то грант, ориентированный на постдоков. То есть, когда нужно было привлекать либо иностранцев, либо людей с иностранной степенью. Ну, чем-то напоминает то, что у нас было по 5-100. Короче говоря, выбрать подходящий тип гранта и убедиться, что он вам подходит. Спланировать управление проектом. Безусловно, в структуре заявки этот пункт прописан отдельно. Эксперты его смотрят отдельно и уделяют ему большое внимание. Но даже на стадии раздумывания над заявкой имеет смысл подумать, а сможете ли вы эту идею довести, опять-таки, до реального проекта. Потому что хорошие идеи, понятные результаты – это тоже еще не все. И если у вас есть понимание, что, скажем, риски проекта слишком велики, что вот вы можете попробовать, у вас не получится, и вы не знаете, что делать в таком случае. И в рамках сжатого времени, трех лет – это весь проект, а у вас каждый год идет промежуточный отчет. Если вы считаете, что вот с этим справиться будет сложно, то, опять-таки, может быть, такой проект подавать не стоит. Или, может быть, его как-то по-другому сформулировать. То есть менеджмент проекта, он очень важен. Он очень важен и на стадии заявки, и, что самое главное, на стадии его реализации. Выбрать сильную команду заявителей. Как правило, гранты РНФ, они рассчитаны на группу от 4 до 8 человек, не считая, как это называется, технический персонал, или, в общем, тех, кого вы можете привлекать дополнительно, ну, например, аспирантов или лаборантов. Есть более крупные проекты. Вот наш проект, который лаборатория мирового уровня, в нем 30 человек только основных исполнителей. Но это достаточно редко, достаточно сложно. Поэтому, безусловно, что вы, как правило, работаете с сравнительно небольшой группой. Эта группа должна быть адекватно поставленным задачам, компетентна. И, естественно, должна соответствовать критериям, которые предъявляются к сильным ученым. Как правило, там еще есть подразделения основные исполнители и просто исполнители. И отличается это тем, что основных исполнителей отдельно смотрят эксперты по их анкетам. То есть вы, например, указываете не только количество публикаций вас, как руководителя, но и основных исполнителей. В принципе, эксперт, если он достаточно въедливый или просто любопытный, он может, естественно, посмотреть всю команду. И часто вопросы, которые задают эксперта, она касается всей команды. Это может касаться и возрастной структуры, и профессионализма, как они между собой работают и прочее. Так что, если вы разобрались с этими первыми шестью пунктами, и в целом все они у вас соответствуют, везде вы можете поставить галочку, тогда, собственно говоря, вы переходите к седьмому пункту, о котором я буду говорить все оставшееся время, то есть написать хорошую заявку и выполнить все требования конкурсной документации, своевременно подать заявку, то есть соблюсти те формальные требования, которых много. То есть те из вас, кто уже имеет опыт подачи заявок, или, по крайней мере, знаком с конкурсной документацией, вы знаете, что это, как правило, там на 40, иногда 50 страниц, а если мы говорим про ФЦП, то это может быть и больше сотни страниц технического текста, где много всяких нюансов. Эти нюансы нужно учитывать. Наверное, самый основной нюанс – это строгий дедлайн для подачи заявки. Вот то, что вам совершенно точно не удастся решить, это если вы вдруг не подали ее вовремя. Никакие заявки не принимаются после истечения дедлайна, причем заявка подается в электронном виде, и если у вас нет оформленной возможности подавать ее с электронной подписью, вы подаете потом и печатный вариант, и у каждого из них есть свои дедлайны. Как правило, тот дедлайн, который указан в конкурсной документации, он касается печатного варианта. То есть там, где у вас уже стоят подпись и печать, то есть заявка уложена в конверт и отвезена на солянку, где находится РНФ. Поэтому в данном случае вы, как правило, закладываете какое-то время, которое необходимо для того, чтобы заявку подписать. Вот это то, что называется некоторая summary. Теперь давайте посмотрим несколько детальней пункты, которые касаются подготовки заявки. Структура заявки, как правило, не как правило, а фактически всегда прописана в конкурсной документации и заполняется в виде онлайн-форум, поэтому тут у вас не так много возможностей для фантазии. Естественно, что каждый пункт его может заполнять по-разному, но функты, как правило, фиксированы, и они достаточно близки. То есть в некоторых случаях что-то появляется, что-то исчезает. Разные формы, ну, заметно отличающиеся, у РФФИ и РНФ, когда мы сравниваем с международными проектами, еще больше отличий. Но логика более-менее одинаковая, поэтому мы сейчас рассмотрим на примере РНФ. В целом это применимо будет и для других. Итак, структура заявки включает краткое и полное название, ключевые слова. В российских грантах краткое название встречается не так часто, но тоже встречается, или, по крайней мере, точно не запрещено. В проектах европейских краткому названию или акрониму уделяется, если не в баллах, то, по крайней мере, восприятие эксперта достаточно много внимания, и хорошее краткое название, оно как минимум располагает к эксперту, к дальнейшему позитивному взгляду на проект. Команда заявителей, это такой приличный блок, он заполняется отдельно в анкетах, когда вы регистрируетесь в интеллектуальной системе, интеллектуальная аналитическая система в РНФ, то вы заполняете информацию о себе, и когда руководитель проекта выбирает вас в качестве исполнителя, автоматически ваши анкеты там подгружаются. Так что важно, чтобы эти анкеты были, во-первых, актуальны, во-вторых, содержали всю необходимую информацию, характеризовали вас там с самой лучшей стороны. Это касается ваших научных индикаторов и образовательной деятельности, в общем, то, на что обращает внимание эксперт. Дальше идет общая информация о проекте, она может по-разному называться, может быть актуальность, может быть подтверждение, то, что ваша заявка соответствует определенной тематике среди приоритетных тематик, анализ мирового опыта, в общем, немножко по-разному отличается, но это вот такой классический интродакшн, который есть в любой статье, может быть немного более проектно ориентированной, например, там достаточно часто спрашивают, кто ваши мировые конкуренты. Да, некоторых ученых это ставит в тупик, вроде бы, так сказать, у нас тут нет особого рынка, и в этом плане говорить о конкуренции или там о сотрудничестве, с какой стороны посмотреть, но по сути люди интересуются, эксперты интересуются, насколько вы понимаете, кто занимается похожими темами, чем вы, в том числе для того, чтобы не делать то же самое. То есть, если, например, в этой части вы пишете, особенно если это заявка молодого ученого о том, что там впервые в мире или никогда раньше, и, в общем, только мы, то, безусловно, у эксперта, особенно если это эксперт, работающий в этой же области, это вызывает определенный скепсис, и он считает, что, скорее всего, просто не особенно в теме. А если бы не особенно в теме, то вполне возможно, что и все остальное его спланировали не очень хорошо. Далее задачи исследования. Их не должно быть слишком много, как правило, это от трех до семи, пять-шесть чаще всего. Они достаточно конкретные, то есть, они должны быть там общефилософскими, и они должны подразумевать конкретные варианты достижения, то есть, конкретные методы и конкретные результаты. Собственно говоря, остальные части заявки, они и будут описывать, как вы собираетесь задачи достигать. И экспертов постоянно спрашивают, насколько вы, значит, уверены, каковы риски не достижения там заявленных индикаторов и так далее. То есть, вы, по большому счету, сами ставите задачу и даете эксперту некоторый алгоритм, некоторый инструментарий, как оценивать достижимость, достижение этой задачи. Вот. Методы и оборудование, там, где вы описываете, собственно, что вы собираетесь делать, есть ли у вас для этого все необходимое, как вы будете выстраивать план исследования, ожидаемые результаты, то есть, вот, что конкретно вы получите на выходе, это не статьи, да, то есть, вы указываете, что вы планируете опубликовать определенное количество статей, у вас есть обязательства по статьям, но статья сама по себе не является результатом. Статья – это, значит, способ подачи результата. Рабочий план, смета, то есть, обоснование ваших финансовых запросов и все остальное. У вас всегда есть возможность приложить файл, не очень крупный, там есть ограничения по размеру, и там, скажем, если у вас много рисунков, то мне наградно сталкивались тем, что там файл не помещается, надо ухудшать качество рисунков или от каких-то отказываться. Вот, но приложение, оно на то и приложение, что оно реально проявляется тогда, когда вот общее впечатление уже сложилось, оно может его немножко усилить. Там могут быть, опять, ну, как правило, это рисунки, потому что онлайн формат заявки не подразумевает то, что вы можете вставить картинку прямо, значит, в текст. Могут быть какие-то ваши хорошие статьи, хотя это не обязательно, и статьи часто упомянуты, собственно, в ваших анкетах. Могут быть письма поддержки, несколько раз мы добавляем или письма от города, подтверждая то, что наша тематика для них актуальна. Сложно сказать, сказывается это или не сказывается. По крайней мере, это точно не заменит основных элементов заявки, скорее является дополнительным. Вот, ну, собственно говоря, это примерное, опять-таки, представление о том, как каждый из этих компонентов сказывается на общем представлении. Получается, что наиболее важное с точки зрения итоговой оценки компоненты это оценка качества исполнителей, то есть команды заявителей, это задачи, соответствующие методы, и это вот ваше управление проектом, которое реализуется в виде плана исследований и сметы. Теперь можно чуть подробнее про каждый из пунктов, вот что касается краткого и полного названия ключевых слов. В принципе, это то, с чем рецензент сталкивается раньше всего, более того, еще до того, как он стал рецензентом, то есть, ну, экспертом, то есть есть определенный пул экспертов, которым периодически присылают заявки, они могут их принять или их отклонить, и до того, как они их приняли или отклонили, они видят только названия, ключевые слова, но равно как рецензент, который работает с статьей, тоже видит абстракт. Соответственно, вот этим кратким и полным названием, ключевыми словами вы в некоторой степени информируете о себе, в то же время располагаете или не располагаете к себе рецензента. На самом деле, хорошее название – это проблема. В свое время, я, так сказать, ну, сильно давно, еще когда был аспирантом, ходил на курсы научной журналистики, нас очень долго объясняли, что такое хорошее название, чтобы оно было яркое, и очень мало у кого не получалось. У меня не получалось. То есть, в принципе, назвать заявку так, чтобы она привлекала внимание и в то же время, чтобы она отражала всю интерес и новизну вашей тематики – это там своего рода искусство. Ну, так сказать, до какого-то уровня, безусловно, научиться можно. Поэтому имеет смысл делать это название достаточно лаконичным, есть заявки, и мне они попадались и на экспертизу тоже, когда название стоит из пяти-шести строк. И, честно говоря, редко, когда, значит, ну, во-первых, за такую заявку не очень хочется браться, она так тебя несколько пугает своим объемом. А во-вторых, ну, если название формулируется на шести строках, то, скорее всего, там, с другой, остальной частью заявки тоже не все идеально. То есть умение лаконично формулировать мысли, оно во многом отражается и на качестве другой научной информации. То есть, конечно, желательно, чтобы это было там одно предложение, не очень длинное, в то же время достаточно емкое и понятное. То есть здесь нужно понимать, что в РНФ и в других фондах экспертов много, но, естественно, попасть ровно на эксперта вашей тематики практически невозможно. Поэтому, скорее всего, эксперт будет примерно понимать ваше направление. Но какие-то супертермины, там, какие-то совсем тонкие нюансы здесь, скорее всего, будут ему непонятны. Наверное, в заявке они в названии не нужны. Пусть они у вас появятся в методах или в объектах. Что касается краткого названия, я уже сказал, что мне сложно судить, насколько это объективный фактор, но субъективно он, на мой взгляд, работает. Я вот здесь привел два примера. Один это лаборатория агроэкологического мониторинга, моделирования и проектирования экосистем это название Мегагранта, которое было у меня еще в другом университете достаточно давно. тем не менее, если вы посмотрите, сокращение было лэмп, да, и такой был символ с лампочкой. Несмотря на то, что к лампочке это никакого отношения не имело, тем не менее, звучало это, ну, по крайней мере, запоминающееся. А проект, который мы сейчас реализуем, он называется Smart технологии мониторинга, моделирования и оценки экосистемных сервисов городских почв в зеленой инфраструктуре, Smart Urban Nature, сокращенно, или Sun. Опять-таки, значит, солнца там тоже нет и в разработке дизайна и всего, что касается продвижения, мы сразу определили, что солнце тут ни при чем, но тем не менее, с точки зрения того, что запоминается, там одно дело, когда есть Sunlab и он точно на слуху, другое дело, когда вы используете полное название и, значит, я до сих пор не всегда уверенно могу у вас произвести с первого раза. Поэтому в данном случае не то, чтобы вы должны уделять все свое время подготовке краткого названия и акронима, но это не лишнее. Команда заявителей. Безусловно, команда должна быть сильной, значит, и, безусловно, есть вполне объективные индикаторы, которые наверняка вам всем известны, связанные с индексом Хирша, с количеством статей, более того, они прописаны. В конкурсной документации указано, кто должен быть руководителем его минимальные требования. И так вот, на вскидку, если вы минимальные требования превосходите хотя бы раза в два, то ваши шансы вот по этой части достаточно неплохие. Если вы только-только вот им соответствуете, то, учитывая конкуренцию в РНФ, ваши шансы не очень велики. Вот. Вас судят, опять-таки, по анкете, поэтому увидите, что анкета руководителей, анкета основных исполнителей, она отражает все, что там необходимо. Обратите внимание на образовательную деятельность. Она вроде бы напрямую не касается научной, но с ней связана. И в вопросах к экспертам всегда указывается опыт образовательной деятельности, особенно руководство аспирантами. То есть, этому уделяется внимание. Равно, как, например, уделяется внимание опыту руководства проектами, особенно международными проектами. Там есть отдельный пункт. И даже если ваш проект международный это не Horizon, а там, не знаю, ДАД или Жан Моне, ну, что-нибудь вполне доступное, это все равно добавляет вам веса. Поэтому, с одной стороны, максимально подробно постарайтесь осветить свою роль и роли ваших исполнителей. с другой стороны, не упустить что-то важное, что для эксперта может не хватить. Потому что эксперт не обязан, например, идти в скопус и искать ваши статьи. Он судит только по анкете. Если у вас в анкете статей нет, а на самом деле их у вас там несколько сотен, ну, это ваша проблема, почему их вы не указали в анкете. Дальше, и это важно, и это не следует из анкеты, вы должны объяснить то, что это действительно команда. То есть, если вы возьмете 10 нобелевских лауреатов и подадите заявку на РНФ, если вы найдете, и они будут готовы работать здесь, то это не гарантирует вам успех. То есть, например, если бы я был бы экспертом, я бы вряд ли оценил эту заявку как реальную. Потому что я хорошо понимаю, что 10 нобелевских лауреатов не смогут или не захотят, скорее всего, пойти в поле, в лабораторию. В общем, у заявки не может быть 10 капитанов и ни одного исполнителя. Поэтому здесь вы, скорее всего, показываете некоторый баланс, кто вас руководит, а кто вас исполняет. И во многом именно поэтому требования РНФ, они всегда включают долю участия молодых исполнителей и дают вам возможность привлекать дополнительный персонал. Есть ограничения по молодым исполнителям. как правило, это не менее 50%. Проекты, которые для молодых ученых или групп под руководством молодого ученого, они еще более строгие. Проекты, которые у нас, это не менее 75% или 70%, наверное, процентов исполнителей. Поэтому, с одной стороны, естественно, смотрите, что эти критерии соблюдаются. Там, где они есть, за них судят очень строго. Причем, их там читают буквально помесячно. А во-вторых, вы действительно в своей заявке отражаете не только фамилии и имена, но и то, каким образом эта группа будет работать. Хорошо, хорошим аргументом в пользу того, что команда устойчива является наличие совместных публикаций или опыта участия в других проектах. То есть, когда видно, что людей не случайно собрали, потому что они обладают хорошими наукометрическими индикаторами. А если заявка пройдет, то они там попробуют друг к другу притереться. А то, что это реально существующая группа, которая начинает работать по новому проекту. Общая информация о проекте, это тот самый introduction, по сути, он не отличается от обычного введения к статье, где вы описываете проблематику, существующие пробелы. Собственно, заполнением этих пробелов ваша заявка будет посвящена. И, как по классической схеме от общего к частному, вы описываете не очень намного. То есть, как правило, эта форма не занимает больше страниц, максимум двух страниц текста А4, двенадцатым шрифтом и полуторным интервалом. То есть, не нужно писать огромных введений с большим количеством источников. Этого вам не запрещено, но в то же время, опять-таки, рецензент вряд ли найдет время все это прочитать, и ваше знание материала вы покажете не тем, что вы указали 100 источников, а тем, насколько эти источники современные, насколько они действительно отражают то, что вы показываете. И в этом плане, кстати, я вам очень советую, и сам в последнее время тоже это делаю, не просто указывать источники, но и добавлять сам список литературы. Это не требуется, нигде этого нет, но тем не менее, вот когда вы видите там текст, Иванов и другие 2020, и больше ничего. То есть, либо вы действительно знаете конкретно этот источник и можете ручаться, что он достойный, или вы не знаете, и тогда вам этот Иванов ничего особенного не говорит. Если вы укажете его внизу, то вы сэкономите время рецензентом. Опять-таки, возможно, это мое субъективное мнение, но когда я вижу литературу внизу, я, так сказать, оцениваю этот жест положительно. Это экономит мне время, и в то же время подчеркиваю, то, что заявку делали достаточно тщательно, вдумчиво, и опять-таки, подавали ее максимально доступно для эксперта. Естественно, что, по сути, анализ литературы должен быть современным. То есть, очень вероятно, что ваш рецензент, он знает многие эти источники. И, опять-таки, если вы используете что-то совсем некорректное, и рецензент это видит, то он обязательно вам даст об этом знать. В целом, имейте в виду, что рецензенты настроены не негативно, но критично. И они знают, что примерно соотношение подаваемых заявок и принимаемых в зависимости от конкурса от 1-3 до 1-10. И в данном случае, безусловно, оценка будет вставляться исходя из тех соображений, что проходить должны сильнейшие. А их сила складывается из разных компонентов, в том числе из владения современной ситуации, которая определяется по этой части. Вот. Здесь же вы подчеркиваете собственно, имеющийся задел. Часто есть отдельный пункт про задел. Если его нету, значит вы говорите о том, что вот в этой области вы работаете и имеете, например, международные контакты или опыт, или значит, по сравнению с тем, что уже сделано, вы будете делать что-то новое, или что-то другое, или что-то лучше, или с чем-то вы не согласны. В общем сказать, здесь вы обозначаете, что конкретно нового, интересного, вы собираетесь привнести. Причем, один из моментов, который тоже эксперты оценивают, насколько эта новизна глобальная. То есть, скажем, есть многие, не многие, но есть заявки, которые сугубо региональны, сориентированы на конкретную область, район, на какую-то небольшую сферу, что ли, применения. И с точки зрения формальной экспертизы, это их недостаток. То есть, понятно, что не каждая заявка касается глобального моделирования, что в основном ваши объекты вполне конкретны. Но их интерпретация должна быть достаточно широкой. А если вы будете зацикливаться все про анализ Москвы, Тулы или еще чего-нибудь, то, скорее всего, совершенно не очевидно, какую роль ваши результаты будут играть в мировой науке, а такого рода вопрос у экспертов тоже есть. И если он это не видит из заявки, он и придумывать этого не будет. Цель исследования ожидаемого результата опять-таки достаточно четко и коротко сформулированная. И при этом должны быть понятные количество индикаторов, по которым их оценить. То есть эксперт должен оценить насколько то, что вы запланировали достижимо и как ему это понять. Потому что у вас как минимум будет один промежуточный отчет и на стадии промежуточного отчета, когда еще не все сделано, эксперту нужно понять, этот результат достигнут на 100%, а этот на 50%, этот вообще не достигнут. Поэтому результатом не может быть сделать мир лучше. Или, так сказать, получить абсолютно новые данные. Должно быть очень хорошо понятно, что у вас есть 100 точек для отбора образцов, которых вы собираетесь анализировать содержание тяжелых металлов. И, соответственно, у вас будет получена база данных, включающая такие параметры, которые позволят выявить какие-то закономерности. Что-то такое. То есть то, что можно оценить количественно, и в то же время то, что, естественно, не является просто самим фактом фиксации того, что что-то получили. Опять-таки, статья сама по себе не является научным результатом. Важно указать, где вы собираетесь публиковать свои научные результаты. Но статья как предмет, как объект, это не научный результат. Это способ его подачи. Методы и оборудование или объекты и методы. Как правило, написано методы исследований, как обычно пишут, в том числе в сравнении с мировыми аналогами, вот что-то такое. Это самая важная часть, на мой взгляд. И не случайно в РНФ, по крайней мере, в форумах там пишут не менее двух страниц. То есть, если вы описываете методы на полстраницы, ну, ловить вам там совершенно нечего. Наверное, кто-то может изложить на половине страницы весь объем исследования, но, скорее всего, тогда это масштаб исследования не тот, который обычно поддерживает РНФ в рамках своих проектов. То есть, если в рамках в обводной части в обзор литературы возможно лишний объем не нужен, то здесь вы можете быть настолько детальны, насколько нужно. Это не значит, что вам нужно набирать объем. Это не значит, что вам, ну, опять-таки, я вот говорю своей почвенной стороны, что вы говорите, там, мы взяли 100 грамм почвы, добавили к нему воды, там, поставили на весы, размешали и так далее. Если есть фиксированная методика, вы на нее ссылаетесь и все. Но если, вы должны четко прописать, что является вашим объектом, как вы ставите эксперимент, значит, какие там пробные площадки, что вы на них собираетесь делать, каковы полевые методы, каковы лабораторные, каковы аналитические. Обязательно подумайте, а что будет со статистической обработкой. Один из наиболее очевидных вопросов, которые есть у рецензентов, и статей, и грантов, это насколько ваши результаты статистически достоверны, вы должны будете показать. То есть в данном случае это настолько детальное описание, которое убедит эксперта в том, что вы абсолютно точно знаете, как вы будете расходовать деньги и гранты, когда вы их получите, и то, что через год, через два, через три вы будете получать результаты, которые у вас запланированы. Если это видно, намного другое, эксперт, ну опять-таки, если он не просто вредничает, а действительно старается выбрать хороший проект, намного другое, он будет готов закрыть глаза. Если у вас слабая методическая часть, в принципе, все остальное уже не важно, или, по крайней мере, не так важно, как она. Кроме методической части, ну и как бы после методической части, иногда отдельным пунктом, например, бывает, вот прописывается ваша конкретная работа на первый год, или там работа основных исполнителей на первый год. А иногда не прописывается, это вы пишете внутри методов. Это, собственно, план работ. Да, значит, план работ, если метод это, это, ну, например, цифровая почвенная картография, когда вы говорите о том, что вы соберете какое-то количество точек, посмотрите какие-то факторы, выявите закономерности, и, используя такое-то программное обеспечение, получите карты такого-то разрешения. Это метод. А рабочий план, когда вы говорите о том, что мы в первые три месяца проекта, опираясь на какие-то данные, выберем конкретные, ну, например, на данные дистанционного зондирования, выберем конкретные участки. Во вторые три месяца проекта мы туда поедем и отберем, значит, полевые образцы. Третьи три месяца проекта мы их анализируем в лаборатории по таким-то, каким-то параметрам. Четвертые, собираем базу данных и так далее. То есть, рабочий план, это вот последовательность ваших этапов. Важно и то, и то. И методическая составляющая, то есть, как, и рабочий план, то есть, когда и в какой последовательности. И последний, последним пунктом заявки является, ну, в случае РНФ это форма номер пять, РФИ, там какие-то другие были формы. Это ваша смета, то есть, собственно говоря, сколько вы просите на это денег и как вы собираетесь тратить. Количество денег, как правило, фиксированное, максимальное, да, вы можете просить меньше. Но в отличие от ФЦП, от некоторых, по-моему, хотя ФЦП сейчас это тоже не так очевидно, в общем, здесь нету какого-то аукционного подхода, если кто-то попросил четыре, но у него более слабая заявка, а кто-то попросил пять, у него более сильная, у того, кто попросил четыре, нет никакого преимущества. Другое дело, что если ваша заявка вот по описанным работам, она никак не тянет на пять, а вы просите пять, то вам эти пять не дадут, и, скорее всего, вообще ничего не дадут, потому что, опять-таки, среди вопросов экспертам есть то, насколько заявлено запрашиваемое финансирование адекватно поставленным задачам и методам. Поэтому, когда вы разрабатываете смету, вы должны максимально адекватно понимать, а как вы ее собираетесь тратить. У вас не так много вариантов, вы там не можете купить квартиру или машину, значит, или там съездить куда-нибудь на море. У вас здесь фиксированные статьи, они прописаны, в РФ их много, но реально из них задействовано не так много, в РНФ их буквально, по-моему, шесть или семь, и по каждой из них, особенно в РНФ, вот строго прописано, что является целевым или нецелевым использованием. Надо сказать, что вообще РНФ достаточно строго относится ко многим вещам, и особенно к нецелевому использованию, вплоть до, ну, это не РНФ занимается, там другие контролирующие органы, но вплоть до уголовной ответственности. Поэтому здесь очень внимательно нужно понимать, особенно, когда у вас большой проект, и много там всяких задач, какие расходы, к чему относятся, что можно проводить по проекту, что нельзя. РНФ регулярно делает на эту тему разъяснения, там вебинары, есть информация и на сайте, можно дополнительно запросить. Вообще, так сказать, введение такой документации осуществляет бухгалтерия, и в данном случае они как раз эту информацию регулярно проверяют, там перепроверяют. Ну, в случае РУДН, это бухгалтерия, научное управление. Вот, поэтому тут, ну, вам каких-то роковых ошибок допустить, скорее всего, не дадут, но, тем не менее, на стадии заявки тоже вот надо достаточно четко отразить, что на что вы собираетесь тратить. Как правило, основную часть вы тратите на оплату труда. Значит, если в РФФИ это сейчас по-разному формулируется, вообще оплатой труда не является, что с точки зрения, значит, количества денег, которые напрямую приходят, хорошо, но с точки зрения каких-то других индикаторов, наверное, плохо. В РНФ все четко, у вас зарплата, соответственно, у вас есть начисления, и в этом плане вы сразу можете понимать, что если вы получили 5 миллионов рублей или просите 5 миллионов рублей, и на зарплату вы указываете их половину, то вы сразу, зарплата основных исполнителей не облагается НДФЛ, то есть, но облагается всеми другими начислениями. Как правило, они составляют 32%. То есть, вот эту часть вы можете выбросить, и вы ее там отдельно указываете. Вот, вы не обязаны прописывать, как вы собираетесь все тратить. Но в то же время, учитывая, что у вас там 8 человек, или 10, или 30, вот как в нашем случае с большим проектом, то, наверное, эксперту было бы недурно узнать, вы понимаете, так сказать, хватит вам таких денег или не хватит, и как вы собираетесь распределять, может быть, вы все заберете себе, а никому ничего не дадите. То есть, здесь, так сказать, по-разному можно давать, я вам покажу в конце, как мы это обычно показываем, кто-то может считать по часам, или по дням, или по вкладу в работу, но так или иначе, примерно понять, что это вот не просто сумма с потолка, она обоснована вашими планами, это всегда полезно. Дальше оборудование, здесь вот опечатка, это не 3%, а 30%, это опять-таки не строго, где-то фиксировано, где-то не фиксировано, но, как правило, вы, если вы покупаете действительно оборудование, то меньше 30% у вас не получится, есть, конечно, мелкое оборудование, или там, в зависимости от кому что нужно, вот, но, как правило, это вот примерно такой диапазон, при том, что в заявке вы всегда указываете, что вообще у вас оборудование основное есть, да, если у вас нет ничего, если вы начинаете с голого листа, то тоже ваши шансы не велики, поэтому, как правило, это не все оборудование, которое вам нужно, а какое-то вот дополнительное, которое нужно докупить, или часто это расходные материалы, которые всегда нужны, и так далее. Есть прочие расходы, которые, как правило, относятся к командировке, иногда они ограничены, там 10-20%, иногда нет, но, как правило, там сильно много денег на них не остается. И накладные расходы, это то, сколько забирает университет, ну, или там другая организация, от которой вы подаете заявку на ведение проекта, это в основном бухгалтерская деятельность, значит, юридическое сопровождение, вот все остальное. В РДН для РНФ, если последние несколько дней ничего не поменялось, это соответствует 10%, это хороший индикатор, там в свое время я подавал заявки от Тимирязевки, там было 15 или 20, я знаю, что во многих других вузах они тоже выше. Но там есть максимальный порог, как раз 20% это максимальный порог, для некоторых крупных проектов он пониже, для большого проекта у нас 5%. Вот. Значит, когда вы пишете, почему вам нужно столько-то денег на оборудование, столько-то на командировки, сколько-то еще на что-то, у вас всегда есть возможность это описать, обосновать. Вы можете ей пользоваться, можете ей не пользоваться. отсутствие указания ценника конкретного прибора, он не является поводом отклонить ваш проект. Но в то же время, если вы пишете о том, что мы купим какую-нибудь такую штуку, чтобы полетать, это одно впечатление. И просите на это полтора миллиона рублей. А если вы пишете, что мы купим дрон такой-то модели с такой-то камерой, стоимость которой на момент подачи заявки миллион 250 тысяч рублей у такого-то поставщика, это совсем другое дело. Вы не обязаны будете покупать потом эту модель за эти деньги. Но вы показываете, что вы реально понимаете, что конкретно вам нужно. Понятно, что за время рассмотрения заявки там все может поменяться, и вы в принципе можете потом тоже пересматривать эти вещи. Но вот такая более конкретная проработка, она всегда полезна. Исключением, наверное, исключением того, что вы обязаны или не обязаны, является привлечение соисполнителей. У вас есть возможность привлекать третьих лиц. Как правило, это ограниченная часть, там, по-моему, не более 10%, в зависимости от проекта. Но вы должны на стадии заявки написать кого, или, по крайней мере, для чего. Если вы это не написали, а потом решили привлечь, в зависимости от позиции фонда, позиции университета, этому могут одобрить или не одобрить. Но вот у нас был опыт, когда у нас был прописан исполнитель, но другой, и уже на стадии согласования внутри РУДН, нам было сложно. Ну, то есть нам просто не разрешили это сделать, поскольку, так сказать, у нас в заявке это не было прописано. Особенно, если речь идет, например, об иностранных партнерах. Одна из заявок у нас подразумевала такой вот контакт, и это достаточно сложно сделать. Вот. Ну, собственно говоря, это все. Когда вы написали заявку, то дальше вы, ну, и даже не дальше, это как бы некоторая такая общая схема. То есть вы видите конкурсную документацию, вы прочитали, условия поняли, убедились, что вы этим условиям соответствуете, требования выполняете. Дальше вы заполняете заявку в онлайн-форме. В случае РНФ это я, в случае РНФ это я с РНФ. Подписываете ее, отправляете, распечатываете, ставите печать, значит, подпись, если в случае РУДН, опять-таки, прикладываете доверенность на проректора по науке, все это дело отвозите на солянку, забываете про нее на какое-то время. Как правило, на экспертизу уходит от нескольких месяцев до полугода, если это заявки совместные с другими странами, например, РНФДФГ, может быть, до года. Вот мы подавали заявку в прошлом октябре, и она будет проверена только к этому декабрю. В это время заявка находится на рецензирование, потом на согласование экспортного совета, потом на каких-то подведениях итогов. В итоге вам ее одобряют или не одобряют. Если ее одобряют, то вы молодец, у вас появляется возможность создать соглашение, вы его создаете, подписываете, его подписывает университет, отправляете в фонд, его подписывает фонд, финансирование приходит на счет университета, вы начинаете работать. Дальше, опять-таки, в зависимости от типа проекта, там может быть какие-то внутренние документационные требования для оформления уже ваших отношений с университетом в рамках проекта. Это, как правило, касается РФФИ. В рамках РНФ там это обычные зарплатные отношения, и поэтому ничего дополнительного нет. Вы работаете, реализуете проект, делаете закупки, выплачиваете зарплату. Где-то посередине, в случае РНФ это каждый год, там ФЦП, я помню, было и чаще, вы готовите промежуточный отчет, и по окончании всего проекта вы готовите окончательный отчет. Вот примерно такая схема. Теперь мы можем посмотреть, например, последние заявки, которые мы подавали на продление, продление гранта для научных групп под руководством молодого ученого. Как выглядит, ну не вся форма, она достаточно большая, как бы основные я вам покажу. Если у вас будут какие-то другие вопросы, то им коснемся. Соответственно, это вот первая страница, ту, которую опять-таки видит эксперт. Название, номер, отравленное знание, отравленное знание 07, это вот науки о земле, есть, соответственно, другие, и сихознауки, и биологические науки. Руководитель, организация, начало проекта, окончание проекта, объем финансирования на первый год. В целом подразумевает, что когда вы пишете отчет по первому году, вы одновременно заявляете, а сколько вам нужно на второй год. Может быть больше, может быть, ну, больше, чем. Максимум все равно не дадут, может быть меньше. Значит, название. Да, ну вот, видите, у нас было название «Моделирование, разработка технологий для обеспечения устойчивого функционирования почвенных конструкций в мегаполисе». Не знаю, насколько оно. Идеально, но, тем не менее, не слишком длинное, содержит то, о чем заявка, и в целом для человеку, более-менее ориентирующегося в почвенно-экологической тематике, в целом понятно, о чем тут идет речь. Последнее время, ну, последние несколько лет, фактически всегда выбираете еще направление стратегии научно-технического развития. Часто оно к вам относится не напрямую. Да, то есть я вот не готов ответственно заявить, что почвенные конструкции – это именно то, что позволяет бороться с терроризмом и идеологическим экстремизмом, а также киберугрозами. Но там, собственно говоря, вы не можете выбрать какое-то новое направление, выбирайте из того, что есть. Поэтому вот тут у нас есть биогенные, техногенные, значит, угрозы. Поскольку мы работаем с городом, нам это подходит. Те, кто работает с агросистемами, у них там есть, я не помню, направление, что-то там про сельское хозяйство, аквахозяйство. То есть, с одной стороны, это некоторая формальная часть, вас нужно просто определить в какой-то домен по направлению стратегии. С другой стороны, вы должны обосновать, что да, вы более-менее к ней относитесь. Если вы не относитесь никак, то эксперт так и напишет. У него тоже есть вопрос, насколько вы соответствуете этой стратегии. Аннотация. Аннотация – вещь очень важная. Собственно говоря, эксперт в основном посмотрит аннотацию, потом уже пойдет в детали. Поэтому, как правило, аннотацию пишут в последнюю очередь. Когда у вас уже написан проект, вы его все посмотрели и выбрали самое интересное. Ну, здесь мы, собственно, поскольку у нас был проект продления, у нас аннотация была не слишком большая, мы говорили о том, а что, собственно, нового мы будем делать по сравнению с предыдущими, ну, с первым этапом. Те, кто пишет новый проект, у них аннотации побольше, и там, собственно, есть немножко и про введение, и про задачи, и про методы, и про ожидаемые результаты. Вот ожидаемые результаты. Мы здесь пишем в целом, что мы собираемся получить, и конкретный результат номер один, вот анализ и оценка региональных условий, лимитирующих факторов, устойчиво функционирование почвенной конструкции. Номер два, номер три, номер пять и прочее. Пишем, что непосредственными индикаторами станут публикации в таких-то журналах. Можно перечислить журналы, это тоже смотрится неплохо, особенно если вы понимаете примерно, где вы публикуетесь, что будет представлено, тезис на конференции и так далее. Кстати, имейте в виду, что если ваш проект пройдет, то вот эта вот часть, она войдет в ваше соглашение. И, соответственно, вы будете должны это выполнить от и до, ну или, по крайней мере, вас будут на это проверять. Дальше состав научного коллектива, вы указываете, сколько кого, вот у нас шесть исполнителей до 39, опять-таки это требование, потому что это для подруководства молодого ученого. И дальше указываете, кто конкретно, фамилия, возраст, должность и форма трудовых отношений с РУДН. Как правило, сейчас указывается, что руководитель, основные исполнители, ну руководитель точно не может быть на дистанционном договоре, он должен быть обязательно на очном. Планируемые финансирование, опыт научного коллектива, сколько у него есть публикаций, соответствует ли это минимальным требованиям, где планируется публиковать результаты. Это планируемая часть в международных коллаборациях. Ну, в основном показывается, что у вас есть опыт международного сотрудничества и опять-таки тем самым вы говорите о том, что вы знаете своих зарубежных конкурентов или партнеров. Указываете перечень публикаций, по крайней мере, основной. Дальше идет все то же самое, но уже прописано более подробно. Я не стал ставить презентацию, если какие-то конкретные вопросы, я там открою заявку и сможем посмотреть. И, собственно говоря, смета. Вот так вот выглядит смета РНФ. Видите, что вознаграждение, вспомогатель персонала отдельно, оплата сторонних организаций, вот тут до 15%, расходы на приобретение оборудования, туда же входят расходники, а нет, расходники, вот следующие, расходы на приобретение материалов и комплектующих. Иные расходы, это вот как раз то, что касается командировка и всего остального. И накладные расходы у нас 10%. И вот обоснование, которое показывали, здесь я расписывал по каждому члену коллективу, кто сколько планирует получать, не проверяют эксперты, или, по крайней мере, я не думаю, что они захотят проверять, действительно ли там Инна Павловна получила 105 тысяч рублей, а не 108. Тем более, что вы это пишете до того, как начинаются работы, а не после. Скорее, вы просто показываете примерное соотношение, то есть, что все будут работать, кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости от степени вовлеченности, экспертизы, вы оцениваете их работу достаточно адекватно. Если вы кому-то напишете, что он будет работать за 3 копейки, опять-таки, очевидно, что что-то здесь не то. Ну и можете вот пояснить, как вы это делали. Дальше вы прописываете, вот если закупаете, что закупаете, командировки, куда собираетесь ехать. Ну вот, собственно говоря, все. Мы с вами даже, наверное, вышли, да, так прилично за планирование полчаса. Ну хорошо. Пожалуйста, значит, у нас вторая часть подразумевала вопрос, я не знаю, есть ли у нас тут сейчас какая-то внешняя модерация, или мы тут с вами один на один, в общем, точнее, один на много получается. Пожалуйста, если есть вопросы, то задавайте. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо вам за подробную инструкцию, если так можно назвать. Я хотел уточнить, для, я представляю, собственно говоря, не ИПОЛИС, а не ИПОЛИС, и хотел уточнить, для подачи заявки обязательно ли, чтобы участники, были анкетированы на сайте РНФ, то есть вот с этой вот бумажкой туда отправленной ранее? Вы знаете, я не сотрудник, не эксперт РНФ, ну, не эксперт в плане внутренней, поэтому там какие-то формальные вещи лучше уточнять на сайте, я не очень понимаю про анкету, отправленную в РНФ, то есть я в РНФ ничего не отправлял, по крайней мере, как участник. Вы заходите в ИАС РНФ, там заполняете форму, все записываете, и, может быть, самый первый раз, когда вы заходите, просто у меня это было лет достаточно назад, я не помню, отправляли мы что-то или нет, я отправлял, когда вот заявлял о том, что я хочу быть экспертом, там они как бы это рассматривают. Поэтому вы, ну, посмотрите требования, нужно ли отправлять анкету в печатном виде или нет, мне кажется, что для участников не обязательно, а дальше у вас просто не будет возможность выбрать основного исполнителя, если его нет в системе. Вспомогательных исполнителей или там, тем более, членов технического персонала, это пожалуйста, более того, вы их там, технический персонал даже не указываете, вы просто указываете, что вам нужно там два человека, а вот руководители, основные исполнители, вы или выбираете, и выбираете из системы или вы их не можете указать, потому что у эксперта должен быть доступ к их анкетным данным, он на основании этого будет оценивать часть заявки. Спасибо. И только вот дополняющий вопрос, чтобы попасть в систему, достаточно только регистрации или письма заверенного от предприятия? Опять-таки, я ничего не могу сказать по поводу того, как работает фонд, зайдите на сайт, я с РНР попробую заполнить, я не видел там ограничений, что должны быть обязательно только университеты. Другое дело, что если вы аффилированы с каким-то юридическим лицом, то это юридическое лицо там должно быть тоже обозначено. И одно дело, когда вы РДН, и там вы по умолчанию есть, другое дело, когда вы вот какая-то другая организация. И если для того, чтобы организация была там как-то обозначена, возможно, это тоже какая-то процедура. Мне она неизвестна, я с ней не сталкивался. Если говорить по опыту вот эксперта, редко, если не сказать совсем никогда, попадаются заявки, поданные не от университета или института. Но это не значит, что их нельзя подавать. Спасибо. Пожалуйста, особо и нету опять-таки модерации. У меня верхняя рука Руденко Павел Анатольевич. Здравствуйте. У меня вопрос связан с статьей, которые планируются к изданию. Там, Скопус, WebScience, особенно, когда это речь идет о первом-втором квартале, они относительно дорого стоят. Где это прописывается в заявке? И как это прописать? Допустим, 10 статей, и это там буквально может быть до миллиона. По поводу относительно дорого стоят, ну вот, опять-таки, я буду ссылаться на свой пример, поскольку, что называется, проще всего. У меня там порядка 60 статей в Скопусе, из них, может быть, треть Q1, из них я не платил ни за одну. Так сказать, мы в МДП один раз публиковались, два раза публиковались, там были спецвыпуски и так далее. То есть, количество журналов Q1 и Q2, которые работают по классической схеме и не берут оплату, их много. это не тема сегодняшней лекции, поэтому тут я не буду развивать эту тему, это не критично. Вы можете тратить деньги на оплату публикации, кстати, вот вопрос, в какой статье это будет относиться, наверное, прочих расходов, в РФИ это было отдельно прописано, в РНФ я не берусь сказать, но это совершенно точно не является абсолютно лимитирующим фактором. Вопрос по требованию количества статей, там в РНФ пока, по крайней мере, не указывается только Q1 и Q2. Более того, Q1 они засчитывают за две статьи, в этом плане, они достаточно адекватно смотрят, то есть, если, скажем, средние требования у вас 10 статей по результатам трех лет, то, по сути, вы можете написать пять статей в Q1, и вы это можете сделать бесплатно, можете сделать платно, то есть, взяв OpenSS или подав какой-то другой журнал. Ну, тогда давайте мы журнальную тематику немножко уберем в сторону. Вот, поэтому позиция такая, не знаю, если я не до конца ответил на ваш вопрос, вы можете тогда уточнить его. Вот, значит, если по этому вопросу понятно, Скальный Андрей Анатольевич. Да, добрый день, большое спасибо за интересный, познавательный такой брифинг по тому, как нужно общаться, работать и подавать. У меня вопрос, в принципе, такой, с подпунктами. Первое, если мы подаем заявку от Рудена, но межкафедеральную, не привлекая сторонних участников, и если мы привлекаем сторонних, вы упомянули, что желательно, чтобы это было в пределах до 10%, ну, например, если в проекте участвуют 10 человек, то, грубо говоря, один человек может быть соисполнителем. Нет, 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 давайте я тогда буду отвечать сразу, значит, сторонние исполнители это не физические лица, то есть это могут быть физические лица, если они вам оказывают услугу, да, но я думаю, что вот с нашим, как бы, контрактной службой физического лица услугу не закажется, то есть вы можете брать людей из других университетов, пожалуйста, просто если ваша заявка проходит, они оформят трудовые отношения с РУДН, они могут быть внешними соисполнителями, и таких может быть сколько угодно, может быть хоть все девять, да, кроме вас. Другое дело, что вызовет вопрос, а почему вы тогда подаете от РУДН или не другой организации, поэтому, как правило, у нас вот 2-3 человека это внешние, исполнители основные и внутренние, но это не связано вот с теми 10 процентами, 10 процентов это услуги внешних организаций, мы, например, не делаем все анализы в своей лаборатории и хотим что-то заказать на стороне, вот я на это могу потратить не более там 10 или 15 процентов смет. Ага, ясно, то есть это именно сторонняя организация, не принимающая участие в подаче заявки, то есть где мы из любых вызываемых, я понял. Это не РУДН, как юридическое лицо, это какое-то другое юридическое лицо, или там иногда это может быть физлицо по ГПХ, но это такая тоже отдельная история, я на практике с этим я сталкивался. Понятно, спасибо, а вот по соисполнителям со стороны, например, если это будет какой-то межкафедральный, привлекать, то там по вашему опыту РНФ вообще не в курсе, или по крайней мере не особенно вникает вы из одной кафедры или из разных. Для РНФ вы работаете в РУДН. А, одна заявка. Ну и вы сказали, что, например, руководители, если вот как, например, ваши заявки, молодой исполнитель, здесь есть требование к самому молодому исполнителю, насколько я понимаю, по заявкам должна быть обязательно степень, или PHD, для того, чтобы выступать руководителем, для того, чтобы подавать заявки. Если это может быть и не молодой руководитель, но тогда, может быть, и, в принципе, доктор наук, профессор, собственно говоря, это не играет роль, правильно? Только от кого подаем? Да, молодой руководитель это требование к гранту для научных групп под руководством молодого ученого. Таких грантов там может быть 5% из всех. То есть, по сути, первое, что вы делаете, это вы читаете конкурсную документацию, там четко прописано, кто может быть руководителем. Далеко не все проекты, да более того, меньше половины проектов они для молодых ученых. Что касается кандидатской степени, по-моему, пока в РНФ нет такого гранта, как вот был в РФФИ, РФИ аспирант, когда можно подавать не имея степени. Но я, опять-таки, не берусь утверждать, я, честно говоря, не помню. То, что не попадались заявки, где руководитель не кандидат, это точно. А насколько это формально возможно или невозможно, мне кажется, что нет, но это надо смотреть в конкурсную документацию. Это совершенно точно прописано. В РНФ очень хорошая конкурсная документация, там очень много информации, но фактически все, что вы хотите узнать, там, к правилу, написано. Понятно. И вот у меня как раз был последний вопрос. То, что здесь в чате написали уже тоже про вспомогательный персонал, кто сюда входит и можно ли без него обойтись. То есть это, и подразумевается, это могут быть привлечены вплоть до студентов или это должны быть все-таки ординаторы, аспиранты или кто это называется? Вспомогательный персонал, в отличие от исполнителей, особенно основных исполнителей, это люди как бы безымянные на стадии заявки. Вы можете прописать, кто это конкретно, но в отличие от основных исполнителей это не требуется. В нашем случае вспомогательным персоналом, как правило, являются лаборанты, а у нас лаборанты это в основном магистры, некоторые могут быть аспиранты. То есть на момент подачи это неважно. На момент того, когда заявка будет реализовываться, все трудовые отношения все равно будут оформляться в рамках вот этой темы и вы возьмете человека на ставку лаборанта и укажете, что вот этот, этот и этот они являются вспомогательным персоналом. В вашей смете у вас есть отдельные деньги на вспомогательный персонал. В вспомогательный персонал не требуется количество статей или что-то такое. Поэтому вы можете его не брать, это у вас не требуется. Можете брать, то есть там нам в лабораторию вспомогательный персонал нужен. Дело в том, что вы в основную часть не можете включить больше 8 человек или вот там в зависимости от проекта, а вспомогательный персонал можете. У нас по большому проекту 10-15 человек вспомогательный персонал нас в целом за это критикуют, но у нас там большая лаборатория и без этого как бы мы там не справимся. Единственное, имеете в виду, что зарплата вспомогательного персонала она облагается в ДФЛ. Основных исполнителей не облагается, а вспомогательного облагается. В этом году мы с этим столкнулись, там пришлось пересчитывать суммы. Понятно. И позвольте еще один маленький нюанс. Вопрос как раз вот вы сказали про соисполнительный внешний. Если у нас есть, грубо говоря, идея, которая, если в RUDEN вам непосредственно этого оборудования нет, но мы знаем, где, кто и сколько конкретно такая услуга стоит, и мы хотели бы ее использовать, не подскажете, можно ли это тогда включить какие-то другие расходы смету или что-то еще накладные, или как-то это по-другому подать, если это будет превышать 10%, это будет, например, 20% от заявки, или это строго регламентировано? Ну, 10% регламентировано строго, а каким образом вы будете рассчитываться с кем-то другим по факту, может быть, вы кого-то на работу оттуда возьмете, то есть тут это как бы ваше дело. С точки зрения сметы, вы не можете заключить с этой организацией договор на НИР больше, чем на 10% от суммы проекта, ну, или там, опять-таки, 15, сколько прописано. Но если вы, например, просто дружите с другой организацией, они вас бесплатно допускают, или там никаких других нематериальных основах, то тут проблем большое нет. Другое дело, опять-таки, чтобы указывать, какое оборудование есть у вас, а какого нет. Если у вас нет ничего, или у вас очень мало есть того, что нужно для реализации проекта, то тоже вопрос, а нужно ли вам давать проект, если вам негде его исполнять. Ясно. Все, большое спасибо за ответы на вопросы. Пожалуйста, Гальченко, Алексей Владимирович. Добрый день, коллеги. Большое спасибо вам за вашу лекцию, Вячеслав Владимирович. У меня есть два вопроса. Первый, я, может быть, это немножко прослушал в ходе лекции. Я очень четко уловил, что результатом исследования не являются публикации, но все-таки не понял, что же является результатом. Публикация не является самоцелью исследования. Это, мне кажется, общая позиция, не только позиция РУДНа, фу, не только позиция РНФа. То есть, вы не можете написать в ожидаемых результатах, я публикую пять статей. Точка. Публикация – это форма изложения вашего результата. И более того, точнее, важно прописывать, сколько у вас будет публикация, у вас есть требования к публикациям, по каким публикациям, хорошо бы указать, в каких журналах. Но в форуме ожидаемых результатов вы должны писать о том, что, вот опять-таки, в нашем случае это суммарная эмиссия парникового газа городскими почвами, если что-то вам говорит. Или, так сказать, сценарий изменения климата в Москве. Или состояние, оценка состояния зеленых насаждений такого-то участка. Или факторы, которые на них не влияют. То есть, тоже должны быть достаточно четко оцениваемыми. Если вы напишите, что вы в целом проанализируете настроение людей, и все. Это не очень понятный результат. Каких людей, сколько их, значит, и так далее. То есть, здесь научный результат должен иметь какой-то эквивалент, какой-то, так сказать, мерную единицу. Но этой мерной единицей не является статья. Статья вы прописываете отдельно, а сами результаты вы прописываете отдельно и так достаточно подробно. То есть, грубо говоря, то, что вы получите в результате вашего эксперимента, это вот ваш научный результат. А как вы его потом покажете в статье, это уже форма подачи научного результата. То есть, получается, им является какое-то именно знание, да? То есть, мы какое-то... Да, им является какое-то знание, причем какой-то фрагмент знания, который реально эксперту оценить. Он получен полностью, получен частично или не получен совсем. Спасибо. Мне второй вопрос. Вот он уже частично озвучен Андреем Анатольевичем, предыдущему, который расспрашивал. Насчет студентов. Если студент не предустроен, не предустроен, не, например, вообще не предустроен, то есть, является только студентом, возможно ли его как-то включить в грант, либо как внешнего исполнителя, как внутреннего исполнителя, или каким-либо вообще образом? Значит, еще раз смотрите. На момент подачи заявки у вас никакие юридические отношения между участниками заявки и организацией не оформлены. Или, по крайней мере, это не является обязательным требованием, ну, за исключением руководителя. То есть, в принципе, вы можете встретить на улице девять хороших человек и включить их в свою заявку. Для этого они должны быть зарегистрированы в системе ИАСа, и там, естественно, указано, где они работают. И, ну, я не уверен, можно ли это поле оставлять пустым, но это совершенно не обязательно должен быть РУДЭМ. Когда у вас заявка выиграла, все они становятся сотрудниками РУДЭМа. Кто-то по основному месту, кто-то по совместительству. То есть, если у вас сейчас студент, и он зарегистрирован, если он основной исполнитель, он должен быть зарегистрирован. Если он вспомогательный, он может быть даже не зарегистрирован. По-моему, вы просто указываете его там фамилию, имя, отчество и так далее. Если он вспомогательный персонал, то вообще у него и имени, отчество не нужно, и возраст. Он просто вот там где-то фигурирует. Когда вы выигрываете проект, вы берете его на работу. Если он был в заявке основным, вы его берете основным. Если был вспомогательным, вспомогательным. Ну, если он подразумевался в вспомогательном персонале, вы его берете туда. Тогда оформляете с ним трудовые отношения, он становится сотрудником РУДЭМ. Более того, если он уже сотрудник РУДЭМ, или как там доцент, он все равно будет оформлен уже на другую тему, как там, например, научный сотрудник. У меня получается два проекта. Соответственно, у меня, кроме основной доцентской, еще две ставки по каждому из проектов. Это вот вам коллеги из научного управления гораздо более квалифицированно объяснят. Они этим занимаются. А трудовые отношения оформляются на период проекта или они на постоянную? Нет, они на период не более проекта. Ну, проект закончится, деньги там закончатся, так что она постоянно вряд ли вам кто-то их оформит. Другое дело, вы можете оформить на часть времени, потом уволить, взять другого. Но, как правило, на небольшие проекты, если вы его заранее указали в заявке, то вы оформляете на весь проект. Если он вдруг почему-то уходит, там вы ищите замену. Ну, это вот тоже. Смотрите, в конкурсной документации должно ли у вас быть постоянно 8 человек или они могут меняться. как правило, коллектив достаточно стабильный, текучка кадров на таком коротком промежутке времени она не приветствуется. Понял, большое спасибо. Спасибо. Есть еще какие-то вопросы? Александр Марусин, а у меня вот вопрос по поводу процента участия, который мы прописываем. То есть, вот в плане экспертизы, как вот, например, смотрят эксперты, если я работаю на целую ставку и указываю, что процент времени, каким я буду, сколько я буду заниматься в рамках заявки, там, от 50, ну, 30-50 процентов. Как это считаете? Разные эксперты смотрят по-разному, у них нет жесткого критерия. Соответственно, если вы напишите, что вы руководителя собираетесь там работать на 5 процентов, ну, вряд ли вы с этим справитесь. Если вы на полной ставке и вы пишете, что вы будете работать 100 процентов, вам тоже никто не поверит. Поэтому, как правило, руководители, ну, вот, то, что я сам писал или то, что я видел, пишут руководители там от 30 до 50, ну, чаще меньше 50, особенно, если у него не один проект, да, а исполнители там вот в пределах 20-30 процентов, это нормально. То, что меньше 10, это не очень серьезно, то, что больше 60 при полной ставке, это неправдоподобно. Ясно, спасибо большое. Спасибо большое. Так, и я вижу, Дружинин Владислав Владимирович. Вячеслав Иванович, благодарю вас за очень интересно подробные объяснения о способах подачи заявки и методах ее оформления. Несколько вопросов. Первый вопрос по поводу оборудования. Должно ли оборудование находиться на балансе университета или кафедры? Ну, скажем так, вы не предоставляете документы, это подтверждающее. В то же время в заявке вы пишете, что у вас такое оборудование есть. Как вот я кому-то из предыдущих отвечающих говорил, вполне возможно, когда вы пользуетесь в том числе и оборудованием другой кафедры или даже другого института или там центра коллективного пользования или что-нибудь такое. Но подразумевается, по крайней мере, из текста заявки это следует, что инфраструктурой вы обеспечены в основном. Вам необходимо докупить немножко там приборов, а лучше всего основные приборы у вас есть, а нужны там расходные компоненты или что-нибудь такое. Документов, подтверждающие то, что это стоит на балансе, как, например, бывает при подготовке к аккредитации лаборатории или каких-то других вещей, здесь вы на стадии заявки не предоставляетесь. Но, естественно, что нужно стараться говорить как можно ближе к истине. Если у вас нет ничего, вы пишите, что у вас есть все, то, скорее всего, на какой-то стадии это станет заметно. Хорошо. Спасибо. Второй вопрос по поводу экспертизы заявки. В случае отрицательной экспертизы можно ли познакомиться в дальнейшем с замечаниями, которые... В любом случае отрицательной или положительной у вас к вашей заявке прикреплена экспертная оценка. Другое дело, что вы видите текст, но вы не видите баллы. И более того, сами баллы, они автоматически не складываются в решение. То есть эксперты выставляют баллы, баллы поступают в экспертный совет, который составляют не эксперты, или как-то он там по-другому называется. В общем, такой более высокопоставленный орган при РНФ консультационный. И там в зависимости от количества заявок, имеющегося бюджета, вот там топовые заявки проходят и так далее. Поэтому вы... Тем не менее, сутевые замечания будут видны. Экспертиза будет видна всегда. Даже если у вас идеальная заявка, вы прочитаете это мнение эксперта и порадуетесь. То есть вам не могут просто отклонить, не объясняя причины. Вас всегда подключают, подкрепляют мнение экспертов. Более того, сейчас эксперты не могут отделываться общими фразами. То есть у них, кроме обычных комментариев, всегда в конце идет заключение, там, по-моему, не менее прилично, около полустраницы или страницы. То есть вам должно быть понятно, почему же заявку отклонили. Хорошо. И последний вопрос. Одновременно сколько заявок можно подавать и как они коррелируются с заявками в другие фонды либо в другие... Это хороший вопрос. Сейчас опять-таки на фоне объединения или там по крайней мере плотного взаимодействия РФФ и СРНФ я думаю это все будет достаточно просто. Вы одновременно не можете ни в каком виде участвовать больше, чем в двух грантах. На заявки это вроде не распространяется. То есть вы можете подать хоть десяток. Но если какие-то из них... Ну это вот дискуссионный вопрос. Если вы выиграли проект и потом от него откажетесь, то вы сильно усложните жизнь фонду и они могут сильно усложнить жизнь вам. Поэтому скажем если это три заявки особенно когда вот одна длинная как в случае например у нас с ДФГ когда вы год ждете или вы этот год выходите из заявочной кампании или все-таки что-то можете подавать. Вы там расставляете приоритеты. Вы можете поставить первый, второй, третий приоритет. Но если вы на подаете 10 заявок и они вдруг 10 выиграют и 8 надо будет отклонить, то скорее всего к вам применят дисциплинарные взыскания. Я точно не знаю какие, но я думаю они там найдут. Хорошо, большое спасибо. Пожалуйста. Так. А можно по этой части кое-что уточнить? Давайте уточнить. Подскажите, пожалуйста, я поддался как руководитель на конкурс, который был до 15 марта. как молодые ученые. А сейчас идет заявочная кампания по малым группам. И тут я хочу податься одну заявку как исполнителя, одну как руководителя. Здесь не возникает никаких замечаний, потому что мне получается, что если я ту заявку выиграю, а там пока еще решения по ней нет, и она не будет до 15 июня. То есть я не могу знать точно. В данном случае вы должны опять-таки я могу говорить с точки зрения опыта, а не с точки зрения официальной политики РНФ. Вы можете им написать и спросить, я в принципе пишу, когда мне что-то непонятно. Но с моей точки зрения, если вы сейчас подадите две заявки, подразумевая, что какая-то из них может не пройти, тем более вы не знаете продлят вам или не продлят вот это действующее, то вы не нарушаете правила, вы выставляете приоритет, и потом если вдруг пройдет обе, то выберет ту, которая в приоритете. То есть по-видимому на какой-то стадии второй отсею. Но желательно таких, по крайней мере у меня такие ситуации были, когда я подавал, но не было когда, если бы обе прошли. И наверное если бы такая ситуация возникла, там будет какое-то решение, когда таких заявок две, наверное, более-менее отработано, когда таких заявок много, опять-таки это будет проблема. Поэтому лучше этим не злоупотреблять. Мне так кажется. А вот если будут поддержаны две заявки, но в обоих я буду руководителем. Вот по другому конкурсу, который был до 15 марта, и здесь? Смотрите конкурсную документацию. В некоторых конкурсах указано, что вы можете руководить только одной заявкой. То есть то, что вы не можете быть в любом качестве, больше чем в двух заявках, больше чем в двух проектах, это точно. А можете ли вы быть руководителем двух проектов одновременно, я не могу вам сказать. Мне кажется, что это маловероятно, хотя возможно для разных проектов по-разному. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Так, ну, если больше вопросов нет, я думаю, что мы пообщались продуктивно, тогда я больше вашего времени занимать не буду. Успехов. Да, большое спасибо за ваш доклад. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Извините, а можно задать вопрос? Так, телефон включился, Галина, слушай. Галина, у вас такой вопрос? У меня был такой вопрос, может быть, я не могу